Вот это да, Егор! С Николаем как Филипс, здорово! Молодцы! Так, проведем итоги. У кого больше всех путин? И там первое место занимает Фрося и я, второе место занимает Маше и Егор, и третье место Егор и Коля. Пожалуйста, плоды и труда за час. Ну все, мойте руки, говорю. Растирай грязь. Еще по три больше. Три раза, все, ушел. Воду льете в 70 раз больше нора, как Горбачев сказал. Брат, вот так. Поснимай и руки помой тоже. Тебе снимать? Три, третий раз руки чисты. Три, третий раз руки. Не забудь! Откуда я звонок услышал? Оттуда-то как и он Что-то в развалик все время ходит Так, у тебя на меня шаг Вот он как бежит, иди повтори Туда и обратно бегу Хотя бы вот так А дети на нас смотрят Звонок Можете? А то уже собрались, покажут, что будете делать на сегодня Боже, мы сегодня не грешим Создав мне Господи, помилуй мне Вячеслависто грешил Господи Прости меня, греши Помилуй и благослови Имя Твое Святое, это будет прославленные трапези Ты снова дал нам благословение Твое Есть хлеб в поте лица Слава Тебе, это великий дар Дарованный для исцеления После грехопадения Хвала Тебя, Отец и Святой Дух Аминь Аминь Только кратко Искренне Искренне Без страха Без смущения С какой целью вы приехали сюда? Такую дарь проделать У меня все время это перед глазами Я знаю, что это был аэропорт Я уж не говорю о деньгах, которых у меня нету совсем И притащить, так скажем, детей своих сюда Это, если взять по божеству, это подвиг И сама Не навеки С болячками с разными Со своим характером И главное, что с согласием мужа И муж на это пошел Объясни, короче, цель вашего приезда Зачем так далеко ехать, когда в Канаде В Америке есть свои православные Зарубежные церкви и лагеря? В Америке страшно детей в лагеря отправлять Мы ни разу не отправляли А, собственно, решение было мужа Он хотел, он решил, и он отправил На цель-то какая? Он захотел, он все проще Что ему? Понравилось, как нас комары летают? Или едят нас? Понравилось, что мы живем Люди посмотрят, у вас грязь такая На всем они обвиняют нас А тогда вообще этого еще не было Он видел только в лагере В лагере там по-другому все, конечно Слеги, глины, намазанные Ну, на улице Там преимущество было, что мы видели веточки Качаются все на здоровье Что его здесь привлекло? Его зазомбировали здесь или что? Егору очень понравилось И Егор очень изменился Когда он приехал отсюда Что понравилось ему? Повтори Ну, мне понравилось, что здесь Ему отца Повтори слова, мама Что мне понравилось здесь И я сильно изменился Ему понравилось здесь, и он изменился Ну, что именно? Это не ответ, это обтекаемая форма Что именно? Отношения, что я вас отчитываю Соблюдение постов Молитва Занятия Купание Что именно ему понравилось? За этим Стоило ли сюда такой путь-то проделать? Вы, главное-то, не поняли замысла отца Даже говорить не можете правильно И представьте себе, мама вернется с вами Он послал вас не для того, чтобы меня изменить У него цели такой нету Это всякие разные еретики Заходят Вот я бы был по-другому Вот делал бы Были бы тысячи людей Ну, начинает А сам нигде Ни шагу На благовестие ни разу не вышел за всю жизнь А вот если бы я был помягче Договорил мне так То есть он сидит Ушата Руставеля Грузинского древнего писателя У него есть такой витязь в тигровой шкуре И он говорит Каждый мнит себя стратегом Видя бой со стороны Он сидит дома У него отверстие Он смотрит, как воюет И он дается Это не так Вот это так надо было Ты на деле самим С Колей встретишься И дальше что ты будешь делать Ты только отвернулся Он уже рожки строит И дальше Ты с Егором посмотри С одним им Сколько работает Только вышел сегодня Владимир Юрьевич Правильно называю? Пилит Я говорю, зачем ты это делаешь? Ты руководитель Ты попилилась с одним С другим Показал, как дальше Отбирай нужно Чтобы они сами брали Выносили Где? А этот уже ухватился За маленькую палочку Он держит Рядом девочка пилит Он не видит ее Не видит Я говорю про Егора Первого Я сразу подошел Бери И смотри внимательно Там в колодце идет провод Он поднимает длинную жердину Она легкая И сразу же провод цепляет Зачем? Он как всегда глаза Не видел А я два раза сказал Что? Не слышал То есть он не слышит И не видит Вот отец это знает Про своего сына Без ответственность его Он знает это Это точно И такого, как ты Он не хочет получать домой Две недели прошло ваше пребывание здесь Две недели уже позади Это акклиматизация Сегодня пятнадцатая С сегодняшнего дня Усугублю Отношение к вам Приезжим оттуда У меня Ко всем претензии есть К ней никаких нет претензий Все нормально Ну В развал уходит Измени отношение к этому Делай все быстро Есть такое у нас слово Стремительно Бог в Израиле Искал человека Одного И Перебрав в Бог Пророков Учителей Ни одного нет такого Почему? Все как-то делает Замедленно Оттуда ты знаешь это Из Писания Святой Библии Два царя В Израиле Разделены уже И в Иудее Два царя И что нужно? Нужен человек Который уничтожил бы их В одного из них Семьдесят сыновей Чтобы всем Отрезал головы Кто такой? Во всем царстве Известно только один И Иуй Не случайно Первые две буквы Такие у него есть И Иисус И когда увидели Со стен города И город был Со стенами Кто-то идет Кто? Не видно Только сейчас было здесь уже Быстро-быстро Продвигаться Не на машинах Не на танках Пешком И все сказали Это Иуй Идет стремительно То есть у него Шаг так как шаг Вот мы были в Киргизии И там Рядом проходит Дагестанец Какой-то или кто-то Старик Я знаю Его не меньше 85 лет Это минимум где-то Папаха у него Бородка такая Мусульманин видно У него в руках палка А там Гореская местность Он идет Он еще часто Выставляю его на выставку Вы не все знаете И мало знаете В Армении есть человек Который был многократный Чемпион мира По подводному плаванию Ну а ему это нужно Я отвлекусь от этого Ему Ну стране важно Медали в Советском Союзе Это было еще Медали Первое место Олимпийский чемпион И Бог его избрал Он христианин И однажды он едет И рохля такой За рулем Что-то с кем-то Неладно было В автобусе Шопер вышел А там у него Там сколько Пятьдесят человек Сколько И он вышел Чтобы разобраться с ним А в это время С тормозовом А машина пошла А дальше то Дальше то Озеро И весь автобус Рухнул туда Ни один не вышел И он в это время Оказался там Он ныряет Разбивает стекло И по одному Вытаскивает Сейчас я не могу Точную цепь придать Но речь идет Около двадцати человек Он вытащил И последнее Когда он вытаскивал Вытащил его Полусознание Одежит в сиденье Он уже не различал Человека и сиденье Это чемпион Вот для чего он был чемпионом Ни один человек В мире не мог сделать Что он сделал И он оказался В нужном месте И в нужное время В нужном месте И в нужное время Ему выход он назначил Он мог там не проезжать Он один такой И чтобы нырять Разбить автобус И через стекло там Разбитое Вытаскивать людей И выныривать А глубина кажется Я сейчас не помню Семь с лишним метров Это надо доплыть туда Воздух захватить Без воздуха работать И он настолько там Ледяная вода Настолько простыл Видимо время было зимнее Где-то Операции были Что-то И он уже не смог Выступать там Больше никогда Никогда Карьера была зарублена Дальше Случается где-то Пожар Зовет люди Смотрят А там Он там Он оказался там В сходу Проскочил От огонь И вытащил людей Я таких людей Больше не знаю Я могу найти его Прямо Я только заряжу Сразу Сразу его найдем И теперь Когда Олимпийские игры были Ему доверили вести Этот первый факел Но он же Поврежденный человек Все сделали Для того чтобы он Нормально прошел И здесь он прошел Таким шагом Как будто по воздуху плывет Вот каких людей Бог дал нам Современниками Вот с кого надо пример брать Еще один татарин Мусульманин В стране развал Все разворовывается Денег нет А у него деньги есть Он обыкновенный сторож Встает три часа В три часа ночи И он на базаре Везде И начинает разводить Я не знаю какую там скотину Свиней Или продавать У него деньги И он идет И видит свалка Прямо недалеко Устроили свалку Он пришел видимо Добился разрешения Мне свалку эту надо В частную собственность Ну как вам отдать Свалка же это Я вывезу себя оттуда со свалки А зачем Ну я там кое-что Может построю Там видно будет И он устроил машины Чтобы стоянка была у них Значит вот У него деньги Деньги он хранит в тазике Большой тазик И сын такой же И он покупает автобус И дарит детскому дому Дарит ковры Телевизоры Что есть Второй автобус покупает Десятый Двадцатый Тридцатый Пятьдесят Автобусов А мы одну газель купили И дрыжали Газель Это автобусы В разные детские дома дарит Автобусы Есть такой человек где-то Так это не все Он берет на содержание Полностью там Везде И да я ничего Да я вот такой-то Татарин Он Вера не христианская А он примером может послужить Я сейчас не знаю Шамеев Или кто там указания дали Сделать памятник При жизни Живому человеку Изобразили лошадь Телегу Эти ребятишки цепляются Набили всю телегу Это все какие там Медные Или какие фигуры При жизни Это в наше время Такие люди живут Я даже думаю Он сейчас еще живой И показали дом Живет Это какая-то развалиуха И поэтому внешнему Решаться нельзя И он даже Ни слова лишнего Пришли его спрашивают Да я что сделал Да это вот это Прикинь себя Что ты будешь делать Ты дома вставать в пять не будешь Мы в пол шестого вставали Сейчас в шесть встаете Ты не будешь Ты безразличный Глаза закатил и пошел И отец тебя таким получит Я перед отцом виновен Я обманул отца твоего Показал что тут есть то Чего он увидел А вы не увидели Я без вашей помощи Вас изменить не могу Мне нужна ваша помощь Чтобы мать явилась И сказала Вот отец Константин Вот я и дети мои Дети По радости они были Они возвратились другими Все они получили Я это на молитве сегодня все получил Ни шагу нигде не делай самостоятельно Если этого у нас не видел Изобретения ваши не нужны Я тебе говорю Пришла к шарику Сначала со мной Если посоветоваться Можно его брать или нельзя Нигде инструмент не брать Ты очень самоволен Нельзя этого делать Взяла молоток Разбила орехи Бросила Пошла Там дровами завалили Молотка нету Щипцов нету Второй топор теряем Почему? Тащите Это натуральное воровство Я к тебе претензий не имею К твоему поведению Ну ты-то не аморфовая фигура Живая с платьем, с юбкой совсем Я на вас не накладываю иго какое-то Ну просто это так положено Мы вчера брали То есть безразличие Есть такая статья Не оказание помощи Ты куда-то отвлекаешься Ты ничего не понимаешь Мешок нашел уже шевелит Обращай внимание Не на меня только смотри А на него Трудная была работа Не просто трудная Смертельно опасная Будя спалила деревья Они засыпились И притом если бы это сосна была Ты бы знали где подпилить Здесь никуда не подойдешь Огромная такая крона И сучками Каким сучком она упелась Не падает дальше Сломала несколько яблок Которые были яблоки Все подходят Пришлось убирать Как подойди А может я это спилю и дерево На нем и висит Вот это пилите и пилите Другое Их три вместе росло И все три Вначале пилить Оно зависло Отлетело И вот так висит Тоже на весу висит И надо убирать и не убирать Но если бы было тросы Кто-то нам засыпил Трактор просто тащить можно У нас ничего нету Володя Мы помолить делаем Давай вокруг обойдем Еще раз посмотрим Обошли Мне кажется И дальше советуемся Вот на это яблоко Можно Он начал помолить И щипать ее Пилой своей Пилой вот этой Бензопилой И в конце концов Дошли до того На чем все держалось И все рухнуло Мы раскочили Каждый раз как только пилить Мы сразу убираем ветки Куда прятаться Если она трестет Куда упасть хотя бы В какое место Как она повернется куда Учера тянем веревкой А Никита говорит Другое там дерево Оно пойдет туда Я говорю нет Оно пойдет сюда Оно перевернется вот так На одном месте И упадет к нам Так было? Так Так Это опыт А Володя лезет Полез кверху Дождь идет Скользит ногами И он не бросил Топор большой Стал А он наклонен на дереве Рубит ступеньки на дереве Ну дальше не пошло Он прямо идет Что это? Тащит лестницу Вот эта которая стоит Понимаешь? На каждом шагу Я должен смотреть Вот сейчас подошел Никита рубит дрова Где? Натаскали толстую Но их надо расколоть И он тут же стал колоть их Умывальник рядом Натянутые веревки Если ты промахнулся А ты промахнешься Ты не можешь о веревке ноть Вот такое расстояние До веревок-то Веревка захватит топору И отбросит тебе По лбу вместе Сразу Она спружинит Зачем здесь? Взрослый дядька Это место разве для того Чтобы дрова колоть И дети моются И летят полень Где? Вон там И в такое время Где они в стороне И куда? Отлетал Чтобы в сторону Думает? Не думает Не думает Я сейчас пришел И должен опять соваться Я бы не трогал его Ну делай самостоятельно Но это дети Ты обрати внимание на них Он тебе этого не скажет Вчера Володя берет вверху Куда нападили? Она вот так Сверхнула И ударила лестницу Пониже его Если бы она столько выше По ногам переломила И сразу лестницу переломила Ну я там поддержал сколько Сейчас Володя Лестница Вот она лежит Принесли Что дальше? Дальше он ни слова не говорит Он-то должен был бы уже вчера И сегодня Позаботиться А что с этой лестницей дальше делать? Как ее? Тоже молчок Лестница лежит Перешагнул Пошел дальше Почему? Я тебя спрашиваю Почему ты не поставил вопрос передо мной Что с лестницей делать дальше будем? Простите ее или делать? На вас понадеялся Дальше Я отрезаю материал Пока его нет Он ушел там за бензином Бензина нет пилить Сколько достал? Пять Пять литров Почем литра? Тридцать три рубля Заплати Понятно как? Теперь это расход мой Первый раз ты заплатил С этого брать нечего Мы сами делаем На них государство Никто не поможет Я там У Надежды Васильевны освобождали Чтобы не Затененного места не было И в этих Угленовых Молодняка Наши вот такие Вот это Выпилил Принес И пока Володя не было Сегодня я их успел шкурить четыре Я не Просто отсутствую где-то Наказал Володя Придел сразу ко мне Теперь Там который шкурил много Ваня Дробот Вытаскиваем в жерде Так ты эту ремонтируй Я сейчас режу на новое Это старенькая Она Собьем ее Она будет стоять на месте А это передвижная с нами Потому что мы В лесу везде бываем Мы уже Заготовку сделали На новую лестницу Березовая Конечно потяжелее будет И чтобы она не расколола Сначала просверлить туда гвоздь Это с утра То есть инициатива Должна исходить от тебя самого Хотя бы в вопросе Ни разу Ни разу Егор не подошел И не сказал Я переведу Какая моя роль здесь А ты не переведешь Держишься Правильно я переведу Или неправильно Какое у тебя движение Тоже нет Вопросов нет Вы любой задавайте вопрос Все вы были бегали здесь Потому что сгнила эта перекладина Почему один местор увидал только ее А почему три трава Так она наголо упадет Три трава Не качаться на этих На тарзанках Там мы заменим все Веревку сделаем Только чтобы здесь Сцеплять рукой А остальное будет на проволоке Нет веревок Это альпинистские Мною купленные Они все Зимой там были И задрало их А плетки нету А я их давал Вытаскивать машины легковые Такая крепость Где-то Это я сегодня что увидел Чего он там Посмотри Маленько слушай Что угодно будет делать Стай рядом Чтобы было ему видно Отец послал вас Взял такие расходы И он может потерять вас всех Такая опасность На самолетах Он заливает И он конечно молился И если вы вернетесь те же Да мало того с огорчением Куда ты послал нас Какую я Почему вы научились Мне это будет Очень И очень Тягостно Слышать Я старался У меня Своя система Я отдельно Я отдельно где-то разговариваю Где-то Вызываю Прящемся Помолились Этого никто не видит Он наказан Зашли в кель Закрыли дверь Помолились Сделай Чтоб ты плакал И все По гранище По гранище Себя хлопну А те молятся В лайнере Знать не знают И все У нас контакт установлен был Ты должен быть другим Никаких игр во время работы не должно быть Сели за стол Ничего не выбирай Что у нас дали Нет Зачете за стола Это я еще Вчера Один компози Так у меня дома Там сухари есть Я достал баночку меда вчера И с сухариком съел Ложиться спать Как-то тоскливо стало В животу моему Дай думаю сухаря 2-3 съем Потому что целый день в напряге У нас есть У нас есть Кому с ребятишками заниматься Наши братья уехали На машине Не могут проехать Такая машина в деревне не нужна Дождь Они сидят Ждут Вообще Кому она нужна По асфальту Вот у нас машина Виктор когда на ней едет Он всегда говорит Как танк Две ведущие Высокая посадка Гребет правильно Да еще водитель то не опыт Хорошо поняли? Говорили мы об ответственности О чем молиться Чтобы Бог помиловал Мать твою Близких нам людей Обратил на путь покаяния Человек немощный Это одно Другое дело безразличное И его идет стремительно К нему посыльного посылает А вот ему говорит Ты за них или за нас Если за дело Господне Становись в наши ряды А далеко видно Может были подзорные трубы Какие-то А кто смотрит Говорит Дошел не возвращается Еще одного посла послали Дошел и не возвращается Ну что? И он сразу Только вошел в ворота города И сразу объявил войну Вы знаете как Езавель решила Посмеяться там кто И что там было И кто там Езавель кажется была Он Кто есть за меня Евнухи Выбросьте ее поганая Выбросили кровь Брызнула на асфальт Растоптали конями И обедает Говорит и ту поганую Похороните Выше одни кисти рук Это предсказал пророк И далее Дарья посылает В город в котором Учается университет Особый элитный КГБ Это оперативный псевдоним Как его учили И написал Выходите на войну Я пришел А те говорят Два царя были Обоих убил Один побежал Он натянул Между лопаток стрелам Пронзило его Все кончилось Два царя не устояли А мы как Значит вы за меня Ну да Евных учителя Так детей Вы завтра Голову принесите 70 сыновей Представьте они сидят Привилегированные Учители вдруг заходят Так арестовать Да я сын царя Вот тебя и ищем И Плохи Топором все Корзины И две груды В голову Пересчитайте сколько 70 Все все Так будет с теми И дальше что он сделает Как всех жрецов уничтожит Но себя покорить не смог И вот Написано как он отступил Страшная история И когда он собирал Могильцы Сказал что все только жрецы В голову А господних никого не было Проверили Проверили Все до одного пришли Все И тогда сказал Бейте их Если хоть один выскочит где-то Твоя голова будет за него И всех до одного истребил Все вера сменилась Курс партии изменен Пришел Горбачев Будет по другому Пришел Ленин Царских детей под нож Это все история нам рассказывает А почему Потому что находит людей Которые стремительно Ленин высчитал Если не сегодня Завтра поздно Сегодня или никогда Он сказал Промедление смерти подобного Вы помните А почему Дума та прежде сменилась А новая не приехала И оказалось Корона валяется на земле Никого нету Все Господи помилуй Молящих Сергея Анастасия И всем заповедши нам молиться Тебе слава За все во веки Аминь За стол Хм Господи Иисус Иисус Молящий Здорово Субтитры сделал DimaTorzok